Время субботников пришло. 10 апреля самая масштабная акция по весенней уборке территории прошла в Краснознаменском сквере. Уборочный инвентарь дружно взяли в руки местные жители и взрослые, и дети. К ним присоединились глава городского округа Щелкова Андрей Булгаков с коллегами из администрации, депутаты от «Единой России», представители общественных организаций. Это месячник благоустройства, который, конечно же, поможет сделать наш город более красивым, более чистым, более светлым. И, конечно же, очень приятно, что очень много жителей присоединяются к нашей инициативе. Сейчас такие мероприятия идут по всему округу. Я ехал из Фрианово сейчас сюда, дорогой Огоднево, Трубино, Фрианово. Везде люди наводят порядок. Место проведения центрального субботника выбрали не случайно. Краснознаменский сквер – единая дворовая территория между многоэтажками 1, 3 и 5 по улице Краснознаменской и речкой Пыныри. Некоторое время назад прошла тревожная для жителей информация. В их сквере планируется построить торговый центр. Инициативная группа собрала подписи. Против этого проекта люди обратились в администрацию и нашли понимание. Команда администрации вместе с жителями категорически против строить в сквере любой большой торговый объект, торговый центр и все, что связано с таким видом деятельности. Потому что, как мы видим, здесь рядом достаточно уже построены объекты, их хватает. И в целом это прекрасное место для проведения жителями окружающих домов время досуг. Поэтому решение это принято. А как будут дальше развиваться события, я буду докладывать регулярно. Вот поэтому так дружно работали метлами и граблями участники субботника, зная, что их любимый сквер, где играют дети, отдыхают на лавочках бабушки, будет сохранен. Летом выносили мячик, волейбол, играли с друзьями. Ну и другие игры, конечно. Да. Там играли в игры на площадке. В догонялки, там прятки. В футбол иногда играли. То есть вам эта площадка нравится? Да. Здесь уже два года живем. А я с самого рождения тоже 10 лет. Живем здесь с самого начала. Вот как были построены вот эти вот наши два корпуса. Так что душа болит за чистоту, за детей. Вот, ратуем за порядок. В Краснознаменском сквере в этот день подремонтировали и покрасили лавочки, беседку. Соответствующим образом экипированные руководители жилищной коммунальной сферы почистили русло ручья панерей, вытащив со дна габаритный мусор. Но это только начало благоустройства, косметические работы. У инициативной группы уже готовы предложения по комплексному развитию сквера, которые они представили Андрею Булгакову для дальнейшего обсуждения. Сквер должен стать обустроенной зоной общественного притяжения. В этом уверены все участники субботника. Здорово, что здесь и общественность, и жители, и власть, потому что некоторые жители подходят к сотрудникам администрации, к депутатам местным, решают какие-то вопросы. Поэтому, можно сказать, такая общественная приемная на выезде, но в полезном формате, потому что чиновники не за столом, а с граблями наводят порядок в родном городе. Очень классное мероприятие. Мы сегодня с партийцами решили его поддержать, поддержать жителей, соответственно, убраться на этой большой территории, потому что, конечно, здесь получится очень классный сквер. Дружный субботник в Краснознаменском сквере закончился чаепитием с пирожками и сладостями. Жители довольны, а главное, они верят, что теперь это популярное место отдыха. Ждут только добрые перемены. Ирина Микеда, Александр Оржевский, Екатерина Беляева и Сергей Максимов. Щелковское телевидение. Субтитры создавал DimaTorzok